Очень надежную, но в то же время примитивную виброплиту. Буду использовать двигатель 750 ватт 3000 оборотов. Друзья, очень важно то, что двигатель должен быть 3000 оборотов, чтобы была вибрация. Если будет 1500, вибрации не будет. Будет толкать ее, кидать, но вибрации не будет как таковой. Также предварительно на своем токарном станке я выточил вот этот шкив, а второй шкив выточили мне токари. Потом выточил вал и буду использовать вот такие корпус подшипника. Номер подшипника 206, здесь внутренний вал на 30. В качестве подошвы, либо основания виброплиты, буду использовать вот такой лист толщиной 12 мм. Для того, чтобы вам вырезать точно нужную заготовку без брака и без ошибки, вам нужно взять электродвигатель, разместить корпус подшипников, накидаем ремень и вымеряем примерное расстояние. При помощи рулетки. Здесь, напереди, мы должны учитывать то, что здесь будет установлена ручка, а также соединение. С противоположной стороны мы будем поднимать край примерно на 45 градусов. Вымеряем расстояние. Я беру 58 см. И далее распиливаем данный лист. Редактор субтитров А.Семкин И так, друзья, плита готова. Приходилось распил производить двумя болгарками, так как болгарки очень сильно грелись, а нагрузка большая. Если честно, пилить двенадцатый лист очень тяжело. Но я это сделал. Сейчас буду сгибать два края, передний и задний. Отступлю где-то 4 см. И буду гнуть примерно от 25 до 45 градусов. Там уже как получится. И так, сделал черточку. Отступил 40 мм. Сейчас наполовину порезаю лист болгаркой. Далее при помощи пресса буду сгибать. Итак, друзья, при помощи пресса, 5 тонн, конечно, очень мало. Как я говорил уже в предыдущем видео, что сюда хотя бы 16 тонн. Но, тем не менее, вот видим, согнуло. Согнуло плиту. Здесь взял уголок, наварил профиль. Подставил трубу. И согнуло. Тяжело, конечно, но согнуло. Сейчас буду делать прорез с передней части. И так само буду гнуть при помощи пресса. Поехали. И так, сейчас вот такой угол выходит. Где-то примерно градусов 35-40. Ну, неплохо уже. Плита готова. Далее буду устанавливать крепление для двигателя. Подложка будет из профильной трубы 30 на 30. Отрезок 150 мм на ширину двигателя. Немножко будет выступать. Далее, сам вал с корпус подшипниками будет крепиться на профильную трубу. На профильную трубу будут наварены вот такие пластины толщиной 6 мм. Они по ширине, такие как ширина корпус подшипника. Все четко здесь подходит. Крепление электродвигателя буду осуществлять через вот эти резьбы, которые на фланце есть. Предварительно выставил сам электродвигатель на профильной трубу и площадку. Ну что ж, сейчас все вырезаю и буду производить сварочные работы. ПОДПАЛИВАЮЩИЯ итак сделал я такую площадочку под двигатель швы все тщательно обварил везде потому что нагрузка будет приличная при вибрации сейчас я устанавливаю двигатель делаю крепление на фланец здесь резьба М10 вот фланцы 4 резьбы сейчас буду при помощи пластины соединять двигатель с площадкой итак друзья фланец креплю к полосе толщиной 8 мм шириной 30 мм вот я сделал 2 крепления при помощи болта здесь и 2 крепления здесь варить буду к площадке тело площадки позволяет 12 мм далее делаю натяжную систему при помощи вот такого ролика выточенного на станке здесь подшипник запрессованный буду производить натяжение натяжитель сделал вот с 30 полосы она будет регулироваться вверх-вниз сейчас в нее так сверлю отверстие на 10 и устанавливаю натяжной ролик ролика можно будет натягивать и вверх и вниз то есть натяжитель будет универсальный итак сейчас произвожу сварку креплений и далее буду устанавливать натяжной ролик итак закрепил я двигатель вот видим все тщательно проварил также тщательно проварил крепление для вибратора везде полностью снизу сверху сбоку потому что здесь будет очень большая нагрузка поэтому нужно все обязательно тщательно вварить вот такая будет система натяжки здесь может быть установлю болт для фиксирования натяжки посмотрим как она будет зажиматься если ее откидать назад не будет то пусть будет так значит далее проделываю отверстие на креплениях здесь на 16 мм будет установлен на 16 мм болты крепление будет очень надежное сейчас я вынимаю вал с подшипников и навариваю эксцентрики вот такая полоса с 12 плиты делаю отверстия в крепежных пластинах устанавливаю сам механизм вибратора далее устанавливаю все на площадку и собираю ручки итак друзья виброплита практически на завершающем этапе осталось сделать только ручки все остальное уже сделано итак сделал я вот такие самодельные втулочки из 32 трубы сюда впрессовал резиновые саленблоки и втулки так будет крепиться ручка вот таким образом здесь буду устанавливать ручки сейчас включу вам продемонстрирую как работает если вы обратили внимание плита едет вперед так как эксцентрики вращаются вперед так и должно быть на виброплите ремень не проскальзывает здесь натяжитель хорошо держит ремень ну я доволен все четко работает вибрации достаточно думал наваривать еще восьмую полосу но двенадцатой предостаточно как работает данная виброплита на площадке и утрамбовывает песок а также полностью ее сбор я покажу уже в следующей части видео если вам понравилось данное видео ставьте лайк подписывайтесь на канал не забывайте смотреть мастерное видео всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...